Объединили с соседней 49-й школой. И теперь школы нет, и, скорее всего, в самом ближайшем будущем не будет и музея, потому что уже нынешний директор школы... Поптимистичнее, пожалуйста. Да куда птимистичнее? Вот идем, в эту дорогу идем, товарищи! В свете новых берегов, развития патриотизма, масса. Вот, в школе, в музей, скоро год бывший, готовятся ремонтировать витрины и все-все, что там. Место ищут, куда бы все это сложить, разобрать, там, входят в гараж, по дворе школы сложат. А причина такая, по Санкину нельзя держать стеклянные витрины в учебном классе. То есть 8 лет в музее, 8 лет можно было как-то с Санкином договариваться или там, я не знаю. А сейчас, ну, дело не в этом, я не буду носить. Я хочу подарить библиотеке вот такую фотографию. Ну, наверное, тут ее найдут. Применение? Применение. Собираем все. Вот, я немножко неодромно попала. Покажите ее сюда, Паня. На этой фотографии... Эта фотография нам была предоставлена... Ну, это же кофе, конечно, в подлинниках. Кофе, ну, хорошее, очень, любое качество. Нашей выпускницей, тогда еще 48-й школы, Тамара Ивановна Фабоева. Надо смотреть, как она. Ой, дни здесь. Да, там шею мы ссорила. Тамара Ивановна Фабоева. И вот, в дополнение тут сказано, по поводу трамваев, трамвайных путей, вот та же Тамара Ивановна Фабоева в личном беседе вспоминала, она тогда учила в 6-м классе, и школьники, безусловно, всемирно помогали госпиталю. Он был под номером 3148. Где-то дрова перели, кто, видимо, посильнее был, помощней. Девчонок просили полы помыть, что-то где-то постирать. Вот. И мальчишек, девчонок просили время от времени просто выходить на трамвайные пути и чистить от снега зимой. Потому что, конечно, медицинскому персоналу было не до этого. А трамваи с ранеными, дело словно, с определенной периодичностью подходили. Ну, то, что Андрей Александрович... Дело в том, что до сих пор школа находится, на этой улице Урольская, в непосредственной близости от трамвайных путей. Они там до сих пор и находятся, и трамвай до сих пор ездит по этим путям. Ну, спасибо большое. Интересно. Видите, как мы с вами окунулись, так и неожиданно. Я подойду, об Ивак и в госпитале. Да, об Ивак и в госпитале наши. Ивак и в госпитале. Ну, я тоже могу только согласно воспринимать наших учеников. Вот у меня тут есть... Мы готовились... В девятой школе мы тоже выступали. А вы заняли там третье место? Да, мы какие-то призовые места там занимали. Ну, не важно больше. Но сейчас мы в этом здесь, как в госпитале. Вот воспринимание такой Моза Семёна Дмитриева. Интересная у нас была ученица. Но сейчас, к сожалению, уже видит живых. Она очень хорошо пила. И у него была кличка в госпитале. Ну, и среди своих подружек Рина Зелёная. Она была маленького русского, чем-то внешне немножко на Рину Зелёную смахивала. И на заводе её... Известно же, что всех подростков после седьмого класса провели на Моторитетской заводе работать. Она там тоже хорошо пела. И там тоже начальник церкви иногда говорил, Ну, Рина Зелёная, спой, чего-нибудь для настроения. Ну, и вот в госпитале тоже её просили петь. И она... Ну, конечно, мы когда её приглашали в школу, просили, ну, вспомните что-нибудь, ну, что там. Вот она вспомнила частушку. Гитлер, пёс из кожи лезет, хочет хлеба и мясца. Но не хлебом, а железом мы накормим стервица. Ребята сами такое сочиняли, потому что... Да, ты ещё сочинял. Где же? Спасибо. Спасибо. Ну, всё. Спасибо большое всем за выступление. Мы продолжаем наше заседание Куба историков медицины. Я приглашаю Арнольда Петровича Корсакова. Он у нас теперь тоже частный гость нашей библиотеки, друг библиотеки. Он нам подарил 4 своей книги. Сейчас речь пойдёт о книге «Сердце хирурга». Это его супруга замечательная, к сожалению, её тоже уже нет. И я знаю, что Александр Петрович ещё пишет стихи, а это на следу... Ой, Арноль Петрович. Поэтому в следующем дни мы будем уже такую поэтическую ждать в подарок. Он очень волнует, а первый раз наступает. Поэтому прошу его поддержать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Удивительность. Спасибо. Спасибо. У нас с вами, ну, раз вы нам не училили быть ключом-терматологом, тогда мне было, там болезнь-перматологов, я, как там могу, потому что ничего, мы вас направим на одном месте, на переподготовкой и у нас вытягивается. Я не могу. Я с детства нечислял, я прошла уже большую школу, в смысле, когда училась, чуть ли не с первого курса уже ходила на кружки эти хирургические. Дальше что? Ну, в общем, ее поселили в трехкомнатную квартиру. Это еще, значит, барачного типа. Когда там, видишь, что булковина стоила, значит, там, комнатка, хотя, когда побывал и был, значит, семь квадратов. Крылаточка. Мы там жили. Тумба стояла. Ну, в общем, шкаф у кого-то не было здесь. А кое-какие были вещи. Это в чемодане. Под кровать его. Ну, там, вешалка была. Ну, такие условия. Ну, что? Я счастья, да счастья. Оказывается, она поселилась в квартирской комнате. Ну, все удобства, говорится, на улице. Топить надо. Значит, вода и прочее все. Ну, мыться. И поведение в том, что соседка была замечательной человеком. Она тоже была ее проведет. Юлия сегодня еще раньше надо, да. Ну, давайте я вас перейду. Расскажите, как она во второй этой клинической оказалась. И не столько лет она там отработала. То есть, большая часть ее трудовой деятельности была... Ну, вы бы так же, если мне такой вопрос задать, я вам сразу скажу, оптимальнее. Да. Она в этой больнице родилась, в основной гранд-смагнитской больнице. Во второй, в больнице Киевско-наборская умерла. Только я операцию делала в четвертой больнице. А так все. Дальше что? Она тоже работала. Ну, как полагается, раньше надо было три года работать, иначе... Мы отрабатывали после... Ничего, она там везде не длина, соответственно. Дальше что? Значит, три года отработала. Мы провела заявление в позицию. Как вы кажется, у Багдера. Что мы уже рассказывали тогда в этой городской больнице? Это... Это... Воспитальной хирургии. Ну, и, ну, про вектор, по-моему, сразу. Ну, когда это... Я принял, там, где-то смотрели, у меня, конечно, самое все было. Сабли-сабли. Она поступила к родной. Мне девушка такая, говорит, зачем этих мне надо? Мужика было. Ну, он там понял. И, ладно... Девушка оказалась очень рука. То, что надо. Она все делала. Она из больницы появилась, там, грубо говоря, не вылезала, идем ночью оперировала. Ну, тут она... Значит, два года окончилась. За эти два года у нее сдана все кандидатские экзамены. У нее мысли за... Света-саблика. Ну, не умеешь. Света-саблика. А саблик-саблика? Делать операции на сердце. Она подала заявление после окончания первого года, чтобы она уже в два поработала, еще на кафедре ассистента, в этой же кафедре. И поехала в Ленинград. Ну, уже была такая уверенная, что все кандидатские взяли на пять. А там ведь что? Знаете, что... Значит, когда человек поступает в аспирантуру, в первый год им надо сдать, как-то бы сдать вот эти кандидатские. У нее все... Она там ходила, там один, он там... То отселся, то там уже все такое. Ну, говоря, как конкурс-не конкурс, людей там много приехало. Ну и все. Потом, значит, осталось так уже. Он... Это представитель из Казахстана. И она. Вызвали ее к ректору. Ну, ведь так и так. У нас есть это самое направление, есть Министерство здравоохранения, СССР. С тем расчетом, что... Ну, у нас только одно место, а там где-то есть письмо, что мы не можем, раз у нас нет. Ну, конечно, так это не стало. У меня там дядя был, очереданная, конья-то у меня там, Ленинградский. У меня дедушка был, главный женер Кутиловского завода. Дальше что? Значит... Ну, не приняли... Ну, не очень расстраивались, она, конечно, не хотела бы мечтала там быть, остаться, и, как если бы она там поступила, то она просто расстраивалась. Ну и дальше что? Значит... Приехала, он узнал об этом банк. Выслал ее. Он ее называл не аудиторию, а Викачка. Значит, вызвал, ну вот, говорит, так и так. Вот, вот, тема тебе, если надо в эспиратуре, как в год вытащить. Ну, не столько лет поработать, как в целом, как в целом, как в целом. Она отказалась от этого дела. Еще вчера, год и два поработала. Кац, умница, главный врач Уральского Куриста. Пригласил ее заведовать... А, не заведовать, а заместителем главного чака-хирургии. Вот, как раз... Сколько лет она работала? У нас 18 лет, патриотер-заместитель, главный чак. Граница была крутая. Самое главное в городе, кстати говоря, была. Все, главные хирурги, она хирургия там, и там, и там, патриарх, главный там, Гладу, и прочее все это. Все эти, знаменитости проходили, в роде, все, все, Ну, в общем, у вас жила была очень заслуженного человека? А, нет. Там, и Лизаров тоже, как раз в это время, я, правда, конечно, все это проводили, ну, опыты, и все такое, да, это, ну, стопа, ноги, вот, я как-то не знаю, там, Криское Денье, Криское Денье, и все это, в большинстве, мы все проводили, конечно, да, когда был, в министерстве, он был, ректором самый-самый. Ну, в общем, и так, она потом во второй клинической осталась и работала. Ну, потом она осталась. Практически, она до 82-х лет оперировала. Сколько? За полгода до смерти. За 4 месяца до смерти еще дел своей смерти. Она стояла у операционного стола. Ну, у нее конек, это щепевидная железа. Она была сам, в городе, мне не было позволено говорить. Дело-то так классическое, иногда так люди попадали, значит, с раками такими, тоже, дело так, что швамили. Косметический швамили. Косметический швамили делала. Ну, женский швамили. Ну, пять лет, врачи проходят перетестанцию. Когда главный хирург города был Косырь. Ну, тут тоже объявили, там, все это делать. Ну, так, вот, это, вот, это мой, учитель. Ну, так вот, было все, она меня опинировала тогда. Я хочу вам говорить, что ладно, что-то, но получилось так, что она база в меня не доверила. Правильно. Зачем сегодня уже в жизни? Не доверила. Я так, помню, понедельник. Кто бы потом книгу написал? Правильно, что она рассчитала. Понедельник там был, они там, тоже база проходила, заинтересовалась, видела такая, ходила там, в коридоры все, не знаю, что они там слышали, видеть, вот так вот. Ну, это ведь муж нашей сотрудницы, сегодня понедельник, в четверг мы будем операции делать. Я буду, а там еще одну. Ну, спасибо большое. Вот это замечательная книга, у нас есть, у нас есть, у нас есть, у нас есть, у нас есть. Сейчас. Она сделала 60 тысяч операций. 60 тысяч. Светлая память вашей судьбе. Светлая память. Аплодисменты, у нас еще помнили, ей попробовали, она там слышит. Еще есть книга, смотрите, «Время и судьбы». Там несколько рассказов, в том числе, есть, людям в белых халатах, посвященных, роду Каменских, в чем здании мы сейчас с вами находимся, курорту Ключи, то есть, это все наша тема. Ну, и вот, «Земля здоровья» это тоже посвященная курорту Ключи книга. Мы в прошлом году, тоже вот в рамках Клуба Историков Медицины, делали большое мероприятие, посвященное игрею курорта Ключи. Так что, спасибо вам огромное за эти книги. Мы ждем от вас поэтический подарок, а вам от нас, пожалуйста, благодарность и маленький сладкий призельник. Спасибо. Всегда рады вас видеть в начале. Еще маленько скажу, что разошелся. Сегодня у вас случайность. Жену я тоже встретил. Случайность. Вы не разошлись. Встретимся. Переходьте дорожно. Дальше я думаю, что я тут в библиотеке в милицию два года искал. Мне сказали, там были старые здания и все такое. Хожу, все прошел, а я сейчас смотрю на телегану и это здание. Ну то ведь как? Нашел и нашел. И только в этом году я сюда попал. Как ведь мы вам обрадовались, помните, когда вы к нам пришли? Вот знаете, Армурд Петрович переволновался и тихо говорил, ну чтобы вы расслышали, это фамилия у вас осталось в памяти. Присаживайтесь, пожалуйста. Я покажу вам портрет. Сейчас. Да, и вы, коллега, конечно же скажете сейчас. Значит, Алексеева Виктория Викторовна, вот, кроме того, что она родилась в этой больнице и умерла мужской семьи, окна, их квартиры всю жизнь выходили на эту больницу. То есть он сегодня, когда пишет книгу, он сидит на кухне и смотрит на эту больницу. Значит, вот смотрите, человек смог бы сделать 60 тысяч операций и прослужить в одной больнице, можно сказать, всю жизнь, если бы не было поддержки в виде семьи. Армурд Петрович тоже преподаватель, но политеха. К медицине он отношения не имеет, но тем не менее, его жизнь параллельно с женой, с коллегами жены прошла. Соответственно, вот в этой книге есть еще история других врачей второй клинической больницы. То есть человек просто, как дань памяти, запечатлел вот эту историю жены, ее невероятный труд. Вы слышали, что вот она умерла в возрасте 82 года, но за 4 месяца до смерти, а болела она уже, делала еще, стояла у операционного стола. Так что, таким людям нужно действительно воздавать должное хотя бы в виде памяти. А каков тираж изданий? Это небольшой тираж, он издает свои книги за свой счет. 100 экземпляров, да? Нет, конечно. 50 экземпляров. Вот такая не память. Так что, вот такие воспоминания замечательные. На чем специализироваться? Какие-то... Щитовидная железа. Можно я тогда расскажу? Да, коллега. Дело в том, что... Дело в том, что Арнольд Петрович не медицинский работник. Личное впечатление об этом замечает человек, я сказал. А я как человек, который работал сколько? С 71-го года. С 71-го года я был студентом. И с 77-го года я, в принципе, работал с Викторией Викторовной. Ну, я уролог как бы. Я начинал хирургом, а потом переполицировался, как... Сейчас нет общих хирургов. Виктория Викторовна, может быть, единственная осталась, да? Или Евгений Антонович Варнер, он во всех областях. А сейчас строгое расстеление. Бандоминальная хирургия, панокальная, телечно-сосудистая, в том числе урология, травматология и так далее. Вот. И, в общем-то, Виктория Викторовна работала в больнице с 66-го года. Знала я с 71-го года. Это очень добрый, отзывчивый человек. Блестяще выполняла операции, любой сложенский. Ну, аппендактомию-то она, наверное, в 1030 сделала. И меня учила аппендактомия в году 72-73. Вот. И она это выполняла блестящие резекции желудка, ушивание перфоративной язвы, колецистоктомии, удаление камней. В общем, оперировала блестяще на щитовидной железе. Сейчас редко кто остался в Перми, кто хорошо оперирует на щитовидной железе. Оперировала она вены блестящие. Вот, вы знаете, от Денисова каждый день он в жизни не сделал ни одной операции. И, в общем-то, о чем он рассказывает? Ну, наподобие выступления доктора Мясникова, который о медицине знает, ну, не имеет самое-самое отдаленное впечатление по центральному каналу, вы знаете, это Мясникова. Наверное, смеетесь вместе с нами над его передачами медицинскими, да? Значит, вот, запущено варикозное расширение вены, тромбофрибиты, нуждаются эти больные только в хирургическом лечении. Виктория Ну и, собственно, операции на толстой кишке, на прямой кишке, и многие-многие другие операции прекрасно выполняла Виктория Викторовна. Она была очень заботливым человеком, то есть, она ухаживала больных, и, когда я был еще студентом, она ругала меня, вот, Миша, ты сделал апендоктомию, а вот больного не посмотрел. Я был студентом, занятия и так далее, но я прибегала. То есть, сделала замечания, вот, и, собственно, воспитывала ей персонал. И она была, вот, 16 лет, по-моему, даже больше, начальником медицинской службы и заместителем главного врача по хирургии. То есть, вся хирургическая служба, это все отделения, это 255 хирургических коек, и, так, сейчас я сочетаю быстро, и 140 урологических, плюс реанимация, 24 койки, тенденоскопическая служба, и так далее. Представляете, сколько это койки, столько, сколько там врачей, медсестер, санитарок, и нужно было организовать эту напряженную работу. Евгений Антонович Вагнер очень хорошо относился к Виктории Викторовне, да, их главный врачик, которых он ежедневно, бесконечно стягал и топтал. Есть главный врачик. Но они сейчас замечательные люди, в общем, выросли. А Виктория Викторовна, в общем, он относился очень уважительно, потому что, ну, можно было на нее положиться, и она, собственно, была, именно, вот, очень человечный хирург, человечный хирург, и заботилась обо него. Ну, я просто, вот, поражаюсь, что были такие замечательные люди, вот, мне никогда так не стать. Ну, ладно. я очень, 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 сложный человек, очень злой, и так далее, да. Вот, Рим Федорович скажет, какой я злой, цепитый, и брутальный. Вот. А вот, Виктория Викторовна, это... он из вас денежки вытаскивает. Вы придете к такому хирургу, ну, допустим, Денисову, другому там, все, и, первая забота врача, что? Вытянуть из вас деньги. Правильно? Сейчас, жизнь такая. Ну, как жизнь-то? Жизнь, не муще. Мы ведь все нищие. Да. У нас 1% населения России, только нормально живущие. А? 99% нищие. Кто не согласен со мной? Процент Манкин не согласен? Профессор, извините, пожалуйста. Вот. Только процентов 78 сделают вид, что они живут более-менее так. Да? на это самое. Вот. На самом деле, значит, должна медицина быть бесплатной, абсолютно бесплатной. Медицина должна быть. Мы должны лечить бесплатно. Это вот мое убеждение. Ну и вдобавок, я хочу сказать, что Алексея Ивановича Новикова я сдал 1971 года, потому что у нас учился рентгенолог. Ему было уже 38 лет, по-моему. Можно было поступить до 36 лет. Он старый очень поступил. Был возглавлятор, по-моему, партийной организацией факультета. И он потом стал рентгенологом. И Алексей Иванович, он мне тогда казался уже таким маститым, уже не молодым. Он часто приходил в нашу комнату, Алексей Иванович. Это с 1971 по, может быть, 1974 год. Потом этот рентгенолог освободил должность секретаря партийного бюро, по-моему, и уехал в Кугур. Работал очень успешно. Там рентгенолог. Спасибо. Спасибо большое. Давидов Михаил Иванович, кто не знает, в прошлом году он нам подарил, вы знаете, кто там, такой портрет. Варнарби, ваш поклонный слуга, который выступал, молодой, чуть помоложе, Сергей Подвес, пернский художник, написал вот эту вещь в этой конструкции. Вот видите, как здорово, Армур Петрович, что мы вспомнили вашу жену сегодня, и все их похолопали, а вы волновались. Ну, и сегодня... Михаил Иванович, у нас еще писатель, у вас книга есть? Да, 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 да. Он, нет, он писатель, писатель, он еще много пишет по истории медицины, но обещал перенести, вот когда перенесет, тогда мы его спим. А нет у этого? Нет, у нас есть его. Другие, мы еще там новые. Да, да. Я обещал, и я обещание выполнил. Так все. Просто тираж с тысячей земляров неожиданно упал на 600, а там 300, это у нас 100. Вот, и появился почему-то второй автор. Вот. Ну, я принесу, за все обязательно. Спасибо большое. Ну, у нас в заключении нашего мероприятия девочки, вот у нас молодое поколение сидит, представляет второй курс Пермской государственной фармацевтической академии, и нам очень интересно сделать сообщение. И далее, вот смотрите, у нас по программе, если кто-то очень торопится, мы вас отпустим. А вообще у нас стоят две замечательные выставки. Вот вы сегодня пришли, кто-то успел посмотреть имена истории Пермской медицины. Марисон Иван Иванович и Зернский доктор Падарий Александрович. Здесь вообще очень интересная история. Тому и другому 180 лет. Лариса Игоревна великолепно владеет этой темой, поэтому не торопитесь, посмотрите, послушайте. Ну и, конечно, святой доктор Федор Христафорович Грааль, основатель муниципальной нашей медицины. Наверное, Татьяна Александровна два слова про него расскажет. Но сейчас, девочки, слово вам. Значит, второй путь Пармакадемии. Александра Чащина и Виктория Кабибова. У них презентация на тему установления датировки личности переводчика Пармакопеи в 18-й век. Пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Представляю вашему вниманию нашу работу на тему установления датировки личности переводчика Пармакопеи в 18-й век. У нас все достаточно доносовые люди систематизирующие знания о лекарствах. И наши руки были пепельными сканами рукописи, которые мы бы хотели вам предоставить ясно комбингу. Именно изучение пепельными пепельными сканами было в центре внимания нашей работы. Задачи были следующие. Создать методику исследования и, собственно, провести по ней анализ, а также подвести результаты по полученным данным. Актуальность работы заключается в том, что полученные данные имеют важную значимость для тех, которые проводятся в музеях и технических блоков. На проведение исследования мы составили методику. Первым методом было, который описание источников, вторым – изучение его читерного листа, определение автора и переводчика. Следующее – изучение информационных материалов, подключенных источников, изучение предположения личности переводчика. Рукопись имела обложку с названием фармакопея. Здесь я содержала 173 листов и в основном была написана на русском языке. Изучение составляли название лекарственных средств, которые были написаны на лотинском языке. И еще каждый лист рукописи в правом объектном углу был формулирован карандашом. Но в таком времени нам вряд ли сохранило бы карандашные надписи, в связи с чем мы сделали вывод, что надписи были сделаны уже в наше время предположительно сотрудниками либо библиотеки. И, по-моему, мы вышли, так как материалом из тем можно увидеть штаб библиотеки и написать первенство государственного обыкновенного музея, а также номер книги 1615. На первой странице идет информация о названии данного русского вида. Полное название можете видеть на слайде. На этой странице были обозначены статусы автора и переводчика данного труда. Автор книги Франциск Антон Швилет, был обозначен как доктор философских и медицинских наук, а также был дальнейший медик и тайный советник и профессор Адолфинского университета, руководитель городского медицинского обозначен . Что касается переводчика данной русских 報ков, то как нам удалось узнать данные университета им являлся фирма оборудования Моисеев. Причем студент знал несколько языков помимо русского и в том числе латинский. Студент занимался переводами различных ученых на русский язык. И одним из таких трудов являлась аптека и наука, как зацелять лекарства. Но открывалась задача, почему именно данный труд заинтересовал студент. И мы предположили, что он мог связать свою дальнейшую жизнь с данным трудом. И, собственно, проведя поиск информации по его последующим работам, данная теория подтвердилась. Ведь, как раз, эти его последующие работы были посвящены непосредственно физиологии, влечению болезней человека, а также влияние различных факторов на его здоровье. Спасибо, что мы там исследуем. Нам было предпринято попытка датировать опытусь. В Российской национальной электронной библиотеке подозрелись на библиотечных словарь профессиональных преподавателей императоров Камстовского университета. Престекающие столетия со дня учреждения января 12-го 1755 года. По 300-летнему юбилею января 1855 года. Ставлены трудами для профессоров и преподавателей, занимавших кафедрами в 1874 году, расположенных в показочном порядке. Из чипов-присточек мы пришли выводы, что Мамбар-рисот Моисея занимался переводом данного труда в 1793 году. Ставлены в кругу безнадежную информацию о лекарственных цветах. Нами проведен их анализ. Всего в книге представлены 459 лекарственных средств. Чаще всего в сборнике они представлены в любой лекарств. Воды, экстракты, цветы, настойки и масла. Еще все описанные лекарственные средства в сборнике имеют разное происхождение. То есть растительная, минеральная и живота. И нас заинтересовали некоторые из них. К примеру, свинцовая помада, которая состояла преимущественно из оливкового или деревянного масла, желтого воска, а также хлебкового, свинцового или клетового уксуса. Также интерес возник к такому лекарственным средствам как в лекарственной железной пилке. И рецепт у вас, как и ленивый вопрос, нужно было железной пилке измельчить в ступке до порошка образца в состоянии. Еще хотелось бы отметить, что многие лекарственные средства, которые описаны в сборнике, они на данный момент уже не приходят для применения. К примеру, экстракт изопия, который состоял непосредственно изопия, который был измельчен в каменной ступке. С добавлением холодной воды. Комитет анализа жидеральной поднадлежности, мы выяснили, что 93 наименования лекарственных средств, что теми, которые могли бы произрастать только на территории Великой Федерации, и лишь 60 тем произрастали за рубежом. Именно этим, скорее всего, объяснялся интерес к вам выпускам населых в данном образе. На последней странице рукописи содержит надпись «Тетрадь, отписанная отцом вашим, передана вам от строка». И ниже подпись «Алтиклогов» и собственная дата «23 октября 1859 года». И данная надпись свидетельствует о том, что в «Тетрадь» всегда правильно переписана вторая часть. И по макросу Хоисеев не мог являться ее предпочкам, потому что в ходе его жизни с 1768 по 1801. В следующем этапе мы пытались взять предположение, где могла принято данная книга. В одной строчке в последней странице была надпись передана вам от Строганова. Мы заинтересовались ли и занялись поиском информации о семье Строгановых, проживавшую данные предназначения. Далее нам была проведена работа по определению переписчика изначального сборника. Им мог быть неизвестный библиотекарь, а в библиотеке Павел Актова, у которого с Строгановым была передана огромная коллекция книг. Также это мог быть вклады члены семьи Строгановых, например, Сергей Николаевич, либо швейцарский химптез, сержавший Павел 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 Строгановым, а также Александр Ефимович Строгановым, в котором книга могла быть вкладываться для сборки Балия. И вот некоторые из библиотекарей из Балия. Таким образом, нам это были сделаны следующие выводы. Рука весне являлась государственным источником. Мы делаем биографию переводчика, какой не являлся по-моему, в согласии. Проведен анализ содержания книги. И рассказы гипотезы о личности переписчика текста данной книги в 18 веке. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Спасибо. А как вы получили доступ к тексту? Спасибо. 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 Главное. Благодарен за то, что мы ему выслали статью Боева. Все знают, что к медицине отношение имеет. Это историк медицины, невероятный человек. Он написал статью в российском журнале «Проблема социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины, имеется в виду не пермское издание, а российское. И статья называлась «Вопросы экономики здравоохранения в отчете и докладе о Симскому земску Пермской губернии врача подарена». И мы выслали ему этот вариант электронный, вот этой статьи. Он был безмерно благодарен. Он нам объяснялся в любви, потому что, говорит, все архивы, все молчат, никто мне ничего не отвечает. Вы единственные, кто выслали мне информацию. И вот эта переписка с ним завязалась. И потом он начал каких-то, потом архивы начали ему отвечать, потянулись, потом он подключил вот этого кандидата наук, который родоведением и генеалогическими древами занимается в Екатеринбурге, даму. Она ему стала помогать и, конечно, за большие деньги в архивах искать материалы. И вот сейчас в интернете вы найдете о подарении очень много информации, потому что этот человек Вернер сделал о нем целый огромный пласт материала на сайте, так же называется этот сайт, но вы... Не забытый? Нет. Сегодня, кстати, должен был Олег Хватский прийти, который ведет сайт забытия имена Пермской губернии, как раз эту фамилию, фамилия заинтересовала его. Вот этот... Так, вот... Вот, сейчас информации очень много. Чтобы найти эту информацию, вы можете ВКонтакте, в поисковике задать «Подарен». Это все выпадет вам. Почему? Потому что мы целый год занимаемся продвижением этой фамилии. Вот представьте, какая красивая фамилия. «Подарен». Вот сегодня больницы ищут название себе, имени кого назвать больницу. И когда поступают предложения имени Лео Бакерия. Ну, знаете, нам смешно. Почему? Потому что это звезда мирового масштаба, который не был в Перми. Ну, может, был на похоронах Суханова. Я хочу сказать, имя «Подарено» должно войти в историю Пермского края, потому что невероятные вещи он сотворил, работая здесь всего несколько лет. Спасибо. Ну что, Татьяночка Александровна, вам слово. Мы заканчиваем заседание фит-клуба нашего, фактически укладываемся в два часа заявленного времени. И вот святой доктор Федор Христофорович Грай, Татьяна Александровна Дорош, первый человек, которая начала говорить, вспоминать о нем, и они создали фонд имени играли, и эти люди, огромная благодарность, собирали деньги, всякими правдами неправдами и поставили память. Да, все, слово вам другое. Как это получилось так? Я пришла в хирку, и там мои предки были в хирке. У меня дедушка была в хирке, во время создания этого дома. Так что, это единственный такой человек, а то паста был из Санкт-Петербурга, из Екатеринбурга. Приезжал в неделю и делал. Вот это все. По-моему. И когда я узнала о фондаре, вы знаете, у меня вообще как бы перевернулись в суд сознания. Вот с товарищем Довидовым я встречалась, да. И я тогда долго не было убеждала, что фонд Граля был очень бессеребренный и не потому делал память, а потому что это создание сердца, понимаете. И вот это большая разница. Вот сегодня еще одно ваше замечание было о том, что врачи-привыгин, вот это сейчас очень распространено. Действительно. Очень и очень, вы сами это знаете, это знают карточки. Вот. А поэтому, почему Граль? Вы знаете, он был рожден в себе пастором. Пастором собора святой Екатерины на Украине. Вы представляете, Екатерина, святая Екатерина, это огромный Екатеринбург, по-моему, знаменитый, вот он был пастором. А отец его отдал в ученике, в техниках, и вот этот бунгер научил его, и Гралы всегда были подспорьем для Гралья, чтобы сделать бесплатно лекарство. И это лекарство он делал, фермика, только так. И вот я, к сожалению, не знала, что у вас нет нашего буклета. Это так здорово сделано. Делала я. Ну, потом, действительно, там все сказано. Там сказано именно такие цитаты. Есть одна цитата Китары. Это он был профессором Московского университета и Казанского университета. А в детстве он жил у нас в Терри. И вот он написал от Гралья, что это был бы феномен нашего времени, потому что такого человека сейчас нет. Понимаете, вот, то есть чем отличался Гралья от всех других? Ну, понимаете, чем? Сознанием. Сознанием того, что мы с вами люди, которые являются подобием Бога в земле. Подобием. Это сказано где? В Библии. Казаническая Библия. И это каждый человек должен знать. А почему подобием-то? И не по образу. Нет. А совершенно потому, что мы можем творить. Вы понимаете? Можно творить. И вот сейчас это время, когда время пришло. Потому что вот любая религия, она разделяет людей. Потому что одна католическая, ветеранская, христианская. И каждый старается именно в своем доме что-то производить. А религия должна объединять. То есть необходимо-то что? И ведь ислам, он тоже понимает, что главное-то Бог. Потом-то, вы знаете, у меня умничка. Он в честь нет, у меня у меня в Божье. Сынучка и, интересно, ехали в такси. Здесь мужики. Спрашивает. Кто после Бога главный ребенок? Мама. А кто после мамы главный? Мама. Понимаете? То есть вот, что нас ведь многое объединяет. Ведь только вот оговориться будет. Страшный, вот мы с вами. Страшный и, в общем, страхом людей воспитывает. Ну, не даром они на коленке и лоб поземные. Они не в этом делают. Не в этом делают. Подобие мы только потому, что мы можем творить так же, как Бог. Но только это стало известно только сейчас. И вот сейчас очень многое можно сделать. Сегодня я целый час была в проекте. В проекте по морям. Сейчас творится новый мир. Вот вы слышите, наверное, что Украина, да? Какой позор тем людям, которые засели там, да? А ведь по всей земле все-таки появляются люди, которые за Россией. Неожиданно. Я видела в телевидении кадр. В Сербии площадь, огромная площадь, на коленях стоят мужчины. И они все молятся за Россию. Вы видели такой кадр? А? Ну, вот видите мне, видели или нет? Нет. Видели? Ну вот. То есть начинается движение и в сторону России. Это удивительно, потому что все Америка и так далее, и в наших позже. Понимаете? Вот поэтому я, мне это всего главное, хочу сказать, что самое главное, наши, во-первых, должны разобраться в себе. Потому что вот человек, он не знает по-прежнему, что он за человек. То есть понять себя, это очень важно. И это очень трудно. У кого получилось, слава Богу. Но еще самое главное, что вот почему память и грани, это символ добра, милосердия и любви ближнего. Вот это слово «любовь ближнего». То есть обязательно не только в себе, а уж в себя, так как, наверное, все свои, что себя любят, да? А вот именно любовь ближнего. И вот это действительно качество границ. И оно предвзято именно того, что он понимал, что такое Бог. И это очень важно. Ну вот поэтому немножко отличается. Если бы все люди понимали, то никогда бы не было и войны. Потому что сейчас у Бога ведь нет войны. На тонком плане войны нет. И не будет. И надежда на то, что мы победим, она есть. А что еще надо сказать, если у меня еще минутка есть? Ну, а грани, да, у нас все. Он же ведь в шведской войне, в госпитале, а затем он учился в Йенском университете. А Йенский университет тогда был кладезем, философской мыслей. Это вот Эммануэлка. Эммануэлка? Как это было? Самое главное в человеке. Звездное небо над головой. И моральный затрон внутри нас. И все будет в порядке, товарищи. Спасибо большое. Все, друзья, вдвоем и рады, до помощи. И также у нас сегодняшнее мероприятие, хочу вас пригласить сюда, поблагодарить ее за ее труд. Она очень много сделала в подготовке этого клуба историков медицины, конечно, вот эти замечательные выставки. Казалось бы, немного материала, а это колоссально огромный труд, который требует и времени, и, главное, интереса к этому. Вот то, о чем говорила Екатерина Александровна. Отвечаю вам такое благодарственное письмо. И маленький славянский подарок. Спасибо. Спасибо, кто вы, кто нам сегодня пришли. Мы вас ждем через год. На следующем заседании клуба, или, возможно, сейчас пандемия не стала, мы можем как-то видеть какие-то материалы, если находить вне Гралевских чтений.